И снова всем привет, друзья! С вами канал Android Software. В сегодняшнем видео хочу вам рассказать о том, как из любого вашего второго смартфона сделать скрытую камеру видеонаблюдения и GPS-трекер. То есть вы сможете через какой-либо свой аппарат, который у вас есть, прослушивать, подсматривать и обнаруживать его местоположение, где бы ни находился второй ваш телефон, на который мы с вами сегодня установим специальную программу. И программку нам нужно будет установить на оба смартфона. Через один из смартфонов мы будем подключаться к другому и при помощи него уже производить все манипуляции. То есть смотреть, что происходит вокруг, слушать и также при необходимости находить местоположение второго нашего смартфона. И для начала давайте решим, какой из смартфонов будет у нас участвовать в роли экрана, а к которому мы будем подключаться. Перед вами здесь находятся два телефона. Это мой старенький Mi Max 3 на Android 10 и Redmi Note 10 Pro на Android 11. Давайте будем подключаться к этому смартфону, так как он более новый и более актуальный. То есть покажу, что работает именно на самых новых телефонах данная программка. Для начала установим нашу программу на оба смартфона. Ссылку на программку вы найдете под видео. Скачиваете и затем ее устанавливаете как обычный APK файл. Давайте продемонстрирую. Для этого заходим в проводник. У меня данная программка уже скачана, находится в папке Doland. Устанавливаем ее на один телефон. Установить. И также устанавливаем и на второй телефон. Так, на этот установка у нас пошла. Давайте и на втором телефоне, а также в проводнике. Она у меня находится в папочке Doland. Так, вот у нас здесь эта программа, так же ее давайте установим. Так, проводник у нас просит разрешения. Даем разрешение на установку. Ждем 5 секунд. Нажмем кнопку принять. После этого возвращаемся назад. Жмем еще раз установить. Идет у нас установка, ожидаем. Так, приложение у нас установлено на оба смартфона. Давайте нажмем открыть. И на втором нажмем открыть. Жмем продолжить. И даем все необходимые разрешения, которые только запросит эта программа. Это обязательно, иначе у вас с программой будет работать некорректно. Или не будет работать вообще. Здесь разрешаем. Разрешить. Где можно, ребят, ставить разрешить, ставить разрешить. Где нет кнопки разрешить, ставить разрешить в активном режиме. Разрешить. Разрешить. Все. Теперь переходим на второй телефон. Проделываем то же самое. При использовании приложения. При использовании приложения. При использовании приложения. Разрешить. Так, теперь нам необходимо на обоих телефонах ввести один и тот же Gmail аккаунт Вход через Google, видите, здесь и здесь есть Так, жмем вход через Google Далее, если у вас уже есть аккаунт, выбираем из тех аккаунтов, которые у вас есть на телефоне Если же нет, можно прямо из программы создать аккаунт и войти под ним Я же выберу один из аккаунтов, который уже есть на моем телефоне Буду использовать его для данного приложения То есть, вот он у меня аккаунт на Android Test Еще раз его опять выбираем из списка Немного ожидаем Далее жмем кнопку разрешить И идет у нас вход в программу Здесь пока жмем кнопку не сейчас, потом это все настроим чуть позже Все, теперь то же самое проделываем и на втором устройстве Тоже входим также именно под этим аккаунтом Под которым мы вошли и на этом телефоне То есть, входим под этим же аккаунтом Google и на втором телефоне Опять выбираем То же самое, выбираем два раза Здесь жмем кнопку разрешить И жмем кнопку не сейчас Вот у нас появились вверху Так, то есть, видите, и на этом телефоне уже появился телефон То есть, и на этом телефоне отображается второй телефон То есть, синхронизация телефонов у нас прошла успешно Теперь мы можем подключаться между смартфонами То есть, с этого смартфона к этому, с этого на этот Без всяких проблем То есть, сейчас продемонстрирую Например, сейчас вот нажимаю на кнопочку камеры сюда И мы подключимся к этому смартфону удаленно И будем видеть, что происходит вокруг То есть, подключаемся Немного ожидаем То есть, вот сейчас мы подключились к этому смартфону К его камере и видео Вот андроида туда опущу Видите, и на этом смартфоне мы видим, что происходит там То есть, вот я андроида вам показываю Все работает без всяких проблем И также слышен звук Сейчас я прибавлю вам, чтобы вы слышали Раз-раз Немного фонит убавим То есть, без всяких проблем подключаемся Вернемся назад Также можно с этого смартфона подключиться к этому Так, подносим уже к камере вот этого смартфона И видим отображение уже на втором смартфоне То есть, смысл вам понятен То есть, подключаемся без всяких проблем С одного устройства на другое Так, ребят Что нужно сделать, например, если вы не хотите, чтобы, например, вот это устройство следило за этим устройством То есть, вам нужно только, чтобы вы со своего, например, вот этого смартфона подключались ко второму своему Но этот смартфон второй не мог подключаться к этому То есть, некоторым это важно Смотрите, что нужно сделать Для этого мы нажимаем вот сюда вниз Тут немного недопереведено Написано меня Жмем сюда Далее переходим в настройки И смотрите, ставим приватный режим Включили приватный режим Возвращаемся обратно И смотрите, теперь вот этот телефон к этому подключиться не может То есть, видите, идет у нас вот такое сообщение Доступ к устройству в приватном режиме Удаленное устройство находится в приватном режиме Его нельзя отслеживать или контролировать Теперь мы при помощи этого устройства Можем смотреть, что происходит на вот этом устройстве Отслеживать его местоположение А это устройство уже делать с нашим устройством ничего не может То есть, также можем посмотреть Вот нажмем сюда И посмотреть геолокацию То есть, трекинг происходит Сейчас у нас на телефоне отобразится местоположение Где находится у нас вот этот вот смартфон То есть, я немного, ребят, заблюлю здесь Чтоб не видно было, где нахожусь я в данный момент Но, тем не менее, как видите, все тоже работает Здесь можно переключаться в режим карты И в режим спутника Вот таким вот образом это все у нас получается Давайте чуть остановимся на этих всех моментах Давайте покажу, какие разрешения нужно дать на смартфоне Еще дополнительно, чтобы у нас все работало Именно выдавать разрешение надо на том смартфоне Которому вы будете подключаться удаленно То есть, в данный момент мы будем удаленно подключаться Вот к этому устройству Redmi Note 10 Pro И здесь сейчас мы дадим все необходимые разрешения Кстати, ребят, программка установилась Я вам, наверное, еще не показал В данной программе вот такая вот интересная иконка То есть, она замаскирована под системное приложение И называется она тоже как системное приложение То есть, ComGoogle System Driver Давайте сейчас зайдем в настройки Перейдем в пункт приложения Ребят, демонстрирую все на Xiaomi смартфонах Если у вас другой, ищите схожие настройки И обязательно давайте тоже все разрешения, чтобы программа работала корректно Если вы не дадите какое-либо из разрешений Программа, возможно, будет у вас вылетать Или просто не работать Я уже об этом вам говорил Переходим в все приложения И здесь ищем наше приложение Называется у нас ComOnu Вот, ComGoogle System Driver Открываем его Далее, смотрите, что здесь нужно сделать Поставить автозапуск Разрешаем, то есть, автозапуск Возвращаемся назад Далее, другие разрешения Переходим Состояние Wi-Fi Всегда разрешить Показ постоянных уведомлений Ребят, если вы не хотите, чтобы на этом телефоне всплывали какие-либо уведомления И здесь было видно, что установлена данная программа То отключаем вот этот пункт Ставим запретить, чтобы здесь никаких уведомлений не было То есть, чтобы программка работать могла в скрытом режиме Чтобы кто-то, если возьмет этот телефон Посмотрит, чтобы ничего не догадался Далее, возвращаемся назад Уведомления Уведомления Если вы ставите вот это приложение на смартфон И не хотите, чтобы кто-либо знал, что здесь установлено данное приложение То просто показывайте уведомления Отключайте И чтобы никакие уведомления здесь не всплывали на этом смартфоне К которому вы будете подключаться Отключили уведомления Сетевое подключение обязательно ставим и там, и там, чтобы было Контроль активности Очень важный тоже пункт Здесь нужно обязательно поставить нет ограничений По умолчанию идет умный режим Это на смартфонах Xiaomi Я ставлю здесь нет ограничений Это очень важно, чтобы программка могла работать у нас в фоновом режиме И не вылетать, чтобы встроенный TASKILLER ее не закрывал Возвращаемся Полноэкранный режим ставим по желанию Вот, нужно вам это, не нужно Тоже можете включить и отключить Размытие миниатюр тоже не важны В пункт установка известных источников тоже нам не интересно Пока на этом все по настройкам Давайте вернемся опять в программку Вот наша программа Возвращаемся Вот у нас выскочило такое окно Ребят, установите это приложение как приложение Цифровой помощник по умолчанию Выполним следующее действие Перейдите настройки Тут все расписано, как это сделать То есть переходите в настройки Цифровой помощник Но в принципе этого делать не обязательно Я без этой настройки пробовал подключаться У меня все работает отлично Если у вас какие-то возникнут проблемы В принципе можете выполнить эту настройку По вот этим вот рекомендациям Я поставлю этому устройству Не нужно оставаться подключенным в фоновом режиме Не показывать снова Хотя будет все подключаться И работать без этой настройки То есть это в моем случае Если у вас же будут возникать проблемы При работе подключения в фоновом режиме Когда находится программа Обязательно сделайте эти настройки Вот по этим рекомендациям Которые здесь написаны очень подробно Мы жмем не сейчас Так, на этом смартфоне мы как бы все настроили Что у нас еще осталось сделать При желании мы можем вот этот вот значочек Скрыть полностью с этого телефона Чтобы здесь не возникало никаких подозрений Что здесь у нас установлена программа На этом телефоне Для этого видите вот сейчас у нас стоит эта программка То есть вот она есть Но сейчас иконка пропадет Для этого мы на втором смартфоне Жмем сюда три точки Далее Жмем вот здесь выбираем пункт Скрыть значок Активируем Немного ожидаем Оп, видите здесь значочек пропал То есть теперь программу вычислить практически невозможно В приложениях она у нас маскируется Под системное приложение Ярлыка у нее нет теперь То есть на этом приложении Она у нас скрыта Но тем не менее Мы можем подключаться к этому смартфону Тоже так же самое Жмем сюда на камеру Давайте подождем Чуть-чуть убавлю звук А то очень фонит Вот возьму этого человечка К ритмику подношу К камере То есть видите Вот так можно его положить на бок Возьму ритмик Наведусь сверху Видите на втором телефоне все это видно Вот таким вот образом Вот я камеру направляю Вот андроид Лежит наш человечек То есть сейчас мы получили полный доступ Ко второму нашему смартфону То есть мы можем к нему Подключаться удаленно Отслеживать его место положения Прослушивать что происходит вокруг Подключаться к передней К задней камере Без всяких проблем То есть давайте продемонстрирую Еще вот К камерке подключим Сейчас еще раз Что здесь мы можем еще делать Смотрите можем выбирать качество Если у вас интернет хороший Так давайте немного убавлю звук А то идет дублирование моего голоса Здесь мы можем начать запись Если нажмем на кнопку Вот эту вот Вот пошла запись И в телефоне у вас все сохраняется Что происходит на этом телефоне Останавливаем Можем включить Отключить микрофон Повернуть То есть переключиться на переднюю камеру Сейчас я вот поставлю Нашего человечка к передней камере На Redmi Note 10 Pro Здесь мы меняем камеру И вот ребят видите Переключились на переднюю камеру И видно уже все Что происходит на передней камере Давайте вернемся обратно на заднюю Так переключились Сюда можно Ого Вот он наш человек То есть все работает Так если нажать вот сюда То мы выходим Из просмотра видео Так что ребят еще здесь Не упомянул Сейчас пару нюансов Если нажать ребят еще сюда На три точки Что у нас здесь есть Можно крутить наше изображение По кругу То есть вот оно крутится Туда сюда Можно включить Выключить фонарик То есть нажимаете здесь А фонарик включается На том смартфоне К которому мы подключились Также контрастность Настраивается здесь Ярче, темнее То есть под ваши надобности Как вам хочется Так и настраивайте То есть вот По умолчанию Можно отключить камеру Просто прослушивать Телефон Что происходит вокруг него То есть если у вас Совсем плохой интернет Видео отключили И слушайте Что происходит вокруг Так с этим тоже Все разобрались Так что еще сделать На этом смартфоне ребят Вот жмем кнопочку Меня Здесь мы что еще Можем сделать Обнаружение звука И движения То есть обнаружение звука Если активируем эту функцию Когда вокруг этого телефона Будет что-то происходить Громкое Вам придет уведомление Вы можете посмотреть Обнаружение движения Схожее То есть Когда будут На вокруг камеры Проходить какие-либо движения Также придет оповещение И вы подключитесь И посмотрите Что происходит Камеру можно выбрать Заднюю Либо переднюю То есть по умолчанию Далее Что еще по настройкам Уведомления о местах То есть здесь Добавить место Жмете И когда ваш телефон Второй Вот этот телефон Будет покидать Какое местоположение Какое-либо То есть Ограниченные точки Например Кинули в машину Машину угнали Телефон начинает Покидать Заданные здесь Точки Вам придет Об этом тоже Оповещение То есть Это как вариант Я вам рассказал История местоположения Если включим Здесь эту галочку У нас получается Будет сохраняться Все записи Обо всех местах Где ваше устройство Находилось На вашем Гугл диске То есть Потом Перейдите на Гугл диск Можете посмотреть Всю историю Перемещения Вот этого Телефона Так Также здесь У нас пару советиков Звонок в режиме Не беспокоить Также В принципе Можете Подключить Данную функцию То есть Давайте прочитаю Что она значит Так Это нам пока не нужно Хотите позвонить В устройство Даже в режиме Не беспокоить Нажмите настройка И включите Не беспокоить Доступ для этого приложения То есть, когда будет на этом телефоне стоит режим не беспокоить, вы все равно сможете до него дозвониться, если включите данную функцию. Так, совет для улучшения возможности подключения, но об этом я уже вам рассказывал. Еще, ребят, давайте пробежимся быстро по настройкам. Приватный режим, это мы включили для того, чтобы это устройство не могло подключаться к этому. Блокировка приложения, активируем данную функцию, задаем пин-код. И для того, чтобы попасть с этого телефона в приложение, нужно ввести заданный ранее пин-код HD-видео. Если у вас хороший интернет, включаем, вы, получается, будете использовать высококачественное видео для мониторинга записи. Требуется быстрое подключение к интернету. Если хороший интернет, активируем, все работает отлично в HD-качестве. Отключить звук оповещений, получаемых с других устройств. То есть, если вы не хотите, чтобы оповещения вам приходили и был какой-то либо звук на этом устройстве, также ставите галочку. Режим сохранения энергии. Здесь тоже все расписано. Данный пункт отвечает за отключение экрана для экономии заряда батареи. Режим высокой производительности. Данный пункт у нас улучшает фоновое подключение с одновременным повышением энергопотребления. То есть, если у вас по каким-либо причинам все-таки как-то это все плохо работает, тоже пробуйте включить данный пункт и тестируйте дальше. Следующий пункт. Режим только звук. Получать только аудио с других устройств. Видео отключено. Объем передачи данных снижен. Но об этом я говорил. То есть, если сктивируете данный пункт, когда будете подключаться к этому смартфону, видео не будет. Будет слышен только звук вокруг данного телефона. Сохранение записей во внутреннем хранилище. Тоже все понятно. Если этот флажок установлен, записи будут сохраняться в личном хранилище приложения и не будут отображаться в других приложениях. Резервное копирование записи на Google Диск. То есть, тоже все понятно. Разрешить резервное копирование по сотовой сети. Если включите данный пункт, то при мобильном интернете также у вас будет происходить резервное копирование на Google Диск. То есть, здесь по настройкам все понятно. Еще есть пункт оповещения. Если вы включите оповещения какие-либо, которые я вам ранее показывал, здесь будет все отображаться. То есть, например, когда телефон покинул, пределы заданные, или же когда включен-выключен экран был. Например, если было какое-то движение, и здесь все в оповещениях, это все будет расписано. Записи. Здесь хранятся все записи, которые вы делали при помощи данной программы. Вверху маршруты. В маршрутах также можем здесь увидеть все маршруты. То есть, нажать сюда и посмотреть, где у нас находился наш вот этот вот телефон. Перейдем давайте в устройство. Теперь здесь мы можем при помощи этого телефона настраивать настройки на этом телефоне. Для этого жмем вот эти три точки. И все, что здесь в настройке мы проведем, это мы настроим не на своем телефоне, а вот на этом телефоне. То есть, здесь я вам уже это рассказывал. Обнаружение движения. То есть, активируем. То же самое. И настраиваем на этом телефоне. Все это будет работать. Все то же самое, что я вам показывал. Также, ребята, вот отключить звуковедомление у нас активирован. То есть, если мы ставим данную функцию, на этом телефоне также никаких уведомлений всплывать не будет. Режим сохранения энергии. Отключение экрана для экономии заряда батареи. То есть, данную функцию можете включать, можете не включать. В зависимости, как у вас данная программа будет пожрать батарею. Скрыть значок. Я это вам показывал. То есть, это скрывает, возвращает значок данной программы на этом телефоне. Вот сейчас мы убрали. Вот программка у нас опять появилась. Можем перейти опять в приложение. И здесь все так же посмотреть. Давайте скроем значок опять. Пук. Пропал. Также, ребят, предвижу ваши вопросы о том, что вы на этом телефоне зашли под своим Gmail аккаунтом. И он будет виден на этом телефоне. То есть, на данный момент мы подключаемся. Аккаунт этот у нас, который мы вводили в начале в программу, здесь так же виден. Так, вот мы подключились к камере. Еще раз демонстрирую. Вот, все работает. Давайте вернемся назад. И теперь удалим тот аккаунт, который мы ввели в приложение. И посмотрим, будет ли работать приложение. Если аккаунт, который мы ввели в данное приложение, извините за тавтологию, удалить. Для этого переходим в настройки. Далее переходим. Получается, в аккаунты и синхронизация. Выбираем аккаунты Google. И ищем тот аккаунт, который мы ввели в приложение. То есть, в моем случае я вводил вот этот вот аккаунт. То есть, это мой аккаунт с моего этого телефона. Я ввел на этот телефон. Сейчас мы его удалим. То есть, жмем сюда. Удалить аккаунт. Удалить. И удаляем его полностью с нашего телефона. То есть, сейчас мы аккаунт Gmail удалили. Который был введен в программку. И теперь давайте попробуем подключиться. Подключится ли приложение после удаления или нет. Демонстрирую вам это наглядно. Нажмем на камеру. Хоп. Все подключилось без всяких проблем. То есть, смотрите. Вот наш Android летает. Ла-ла-ла. После удаления аккаунта. Также программка работает без всяких проблем. Вот такая вот чудесная программулина. Еще раз повторюсь. Ссылку на нее я оставлю под данным видео. Всем большое спасибо за просмотр. Если данное видео было вам полезно. Обязательно поставьте лайк. И подпишитесь на мой канал. А я на этом с вами прощаюсь. И всем до новых встреч.